Оридеющий листвой, мир как будто оголенный предстает перед зимой. В этом тягостном прощании скрыта тайная любовь и святое обещание в том, что все вернется вновь. Снегом все зима укроет и украсит серебром, тайной осенью откроет лишь весна, да майский гром. Это все осенняя тематика. Роняет клен свои резные листья, березки ветру подставляют плечи. И красные рябиновые кисти себя уже готовят к зимней встрече. А чтобы осень не казалась грустной, осенние лучи нам шьют приветы, которые с любовью безыскусно дают на все понятные ответы. В их четких ритмах свежее дыхание и проявление высочайших истин. В природе нет признаков страдания, а есть лишь форма продолжения жизни. И последнее я хотела тоже подчеркнуть, что осень — это время раздумий. Потому как мы становимся зрелыми и по-другому рассматриваем и себя, и жизнь, и себя в этой жизни. У осени есть два лица — боль, увядание и зрелость, которая рождает смелость познать все тайны до конца. И вот в такое время года нам посылается прозрение, и в ярких красках озарения вновь раскрывается природа. Дождь отмывает все следы, как пятна старые у платья, давая новые понятия в прозрачных капельках воды. Душа сливается с дождем, она спешит в его объятия, меняет жизнь и восприятия, а мы видений новых ждем. Прекрасна осень, вдохновенно, в порывах ветра листья сбросит, она лишь осмысление просит, таинственно, проникновенно. Осенних дней очарования вселяет мудрость в наши души, и хочется лишь ветер слушать, совсем забыв об увядании.